очагов тв представляет здравствуйте здорово здорово ну здорово ты откуда белгород прямо из самого белгорода да что там уже все траншеями перекрыли весь белгород быками бетонными противотанковыми ну не белгорода белгородского область приграничь а всю белгородку а ну да белгород он же на расстоянии белгороде самому не копают пока еще ничего да нет я думаю не придется надеюсь на это ну честно говоря я тоже надеюсь что не придется но смотри вот у меня есть такой вопрос когда российская армия будет выбита с территории украины она все равно будет продолжать обстреливать украину или нет как ты думаешь еще раз вопрос если можно когда российская армия российские войска будут выбиты за пределы территориальной украины то российская армия все равно ведь со своих территорий будет обстреливать том числе из белгородской области украину как ты думаешь на это отвечает будет украине на этот огонь или нет но я думаю что она не будет выбита как нибудь как понять не будет выбита но вы мне задали вопрос если она будет выбита с территорий я отвечаю что она не будет выбита с этих территорий. А что, есть какие-то предпосылки к тому, что она не будет выбита? Предпосылки? Да. Сейчас на данный момент есть предпосылки. Какие? Такие, когда российская армия не находится в тылу у себя, а находится в приграничии у ваших территорий. Нет, предпосылки это... У ваших территорий. Что нет? Но я вам ответил на этот вопрос. Нет, это не предпосылки. Где находится, это не является предпосылками. Предпосылки это какие-то обстоятельства, глядя на которые... Не обстоятельства. Наши войска находятся у вас на территории, а не ваши войска находятся у нас. Хорошо, я понял. Ты не понимаешь слова предпосылки. Давай уберем. Смотри, иначе тебя спрошу. Мы с вами не переходили на ты. Как? Я с тобой даже на вы не переходил, я сразу на ты с тобой перешел. Ну, а я с вами не переходил. Да не переходи, это ж твое дело. Тебе удобнее на вы, Мне не хочется с вами переходить на ты. Хорошо, не надо... Я же не настаиваю, я же не настаиваю. Не переходи. Не переходи на ты, говори на вы изихов. Ради бога. Смотри, значит, слово предпосылки, ты не понимаешь, что такое. Давай я тебя иначе спрошу. По каким признакам ты решил, что российская армия не будет выбита за пределы территориальной границы Украины? Предпосылки одни, потому что мобилизация, которая произошла в Российской Федерации, она составляла в 1%. Один процент от чего? Один процент от населения. Так. И? У вас мобилизация происходила? Я не знаю уже, какая волна. Нету волн никакой в Украине. Там идет постоянно по мере надобности. У вас гребут просто с улиц Одессы. Она идет постоянно по мере надобности. Нет волн в Украине. Понятно, понятно, да. Но по заваленным в Телеграме видео понятно одно, что украинские солдаты кончаются. А как, из чего это понятно? Из чего понятно? Из того, что из семей... Ну, я могу вам показать это видео. Из того, что из семей... Из украинских семей выдергивают людей просто вот с заломанными руками. С чего ты взял, что заканчивают? У вас из зон набирают. И то уже всех набрали, уже больше не хотят. Из этого же следует, что заканчиваются. Из зон набирают в ЧВК. А какая разница ЧВК, что они воюют? Обыкновенная. А какая разница? Ну, обыкновенная вещь. В ЧВК набирают из зон. А мобилизация происходит... Да, ну какая разница, что ЧВК... Не перебивайте, можно мне сказать? Что кадыровцы, что ваша армия воюет, одинаково воюют против Украины. Ну вот, я же вам и говорю, что процент один составляет 300 тысяч из населения 40 миллионов призывников. Если произойдет всеобщая мобилизация или, допустим, призовут 10% населения из того призывного состава Российской Федерации, то просто, ну, наши российские войска могут просто пройти пешком. Правильно? Пройти пешком? Смотри, в одной ракете Хаймерс... Это уже будет не 300 тысяч? В одной ракете Хаймерс 184 тысячи шариков. Что? В одной ракете Хаймерс 184 тысячи шариков. Вот таких маленьких. Которые прошивают одного, двух или трех человек. Если недалеко. Как ты думаешь, хватит на вашу армаду несколько Хаймерсов, чтобы вас просто куски мяса разбросать? Ты реально считаешь... Ты реально считаешь... Слушай, ты, наверное, попутал с этими сами. Знаешь, когда при Юлии и Цезаре воевали. При Юлии и Цезаре воевали мясом. Сейчас мясом не воюет. Сейчас воюет оружие. Это что вы пытаетесь. У вас Хаймерсы стоят просто вдоль всей границы. А почему тогда на Белгород выпускается 30 ракет Хаймерсов и они все сбиваются? А кто сказал, что Хаймерсы выпускаются на Белгород? А что тогда выпускается? Ни одного Хаймерса. Ни одного Хаймерса. Что у вас свое есть? Что у вас свое есть? Смотри, я тебе готов ответить. Не перебивай меня. Не перебивай меня. Ну, вы меня перебиваете постоянно, поэтому... Ну, хорошо, ты мне задал вопрос, я хочу ответить. Ты 10 раз повторяешь этот вопрос. Я тебе готов ответить. Вы же повторяете одну вещь. Что вы же, вы же? Я готов тебе ответить. Ты хочешь услышать ответ на свой вопрос или сам хочешь ответить? Хорошо. Давайте. Так вот, значит, когда хаймерсы получали, Украина, была договоренность с Америкой, которая поставляет эти хаймерсы, и не только Америка, значит, что хаймерсами территория России пока не обстреливается. И Украина свое слово держит. Ни один хаймерс за территорию Украины не улетел. Так чем вы стреляете тогда? Ну, я еще не закончил ответ. Нет, ну ответьте на вопрос. Имей терпение, я тебе сейчас все расскажу. Все расскажу тебе. Вот, значит, хаймерс, когда разрывается ракета, да, снаряд, может, он... Мне неинтересно, что он как взрывается. Да. Вы скажите, что он на Белгороде. Там остаются остатки, которые... То, что летит на Белгород с вашей стороны. Остаются остатки, которые легко идентифицируются. И если бы, например, где-нибудь на российской территории нашли остатки хаймерсов, которые легко определить, ваши бы были уже пропагандисты ваши на весь мир. Но они ни разу об этом не упомянули, потому что у вас такого нет, понимаешь? Ты сейчас сказал бред. У тебя что, елочка стоит до сих пор? Середина февраля, у него елка стоит. А, она у тебя круглогодично стоит, да? Да. Молодец. Да, так вот. Чем бьют? Давай. Ты понял, что с хаймерсами ты обделался, спорол хреновину. Хреновину. А, делался? Конечно, ну, естественно. С чем бьют? Вы сами с собой разговариваете. Чем бьют? Нет, нет, я тебе, тебе отвечаю. Значит, чем бьют? Отвечаю. Значит, если ты помнишь, должны были... Ну, чем бьют? Чем вы бьете, кроме хаймерсов? У вас что-то есть? Я же тебе отвечаю, а ты меня прерываешь. Вы ни разу не ответили. Вы такую чушь. Ты же мне не даешь ответить. Вот хоть раз ответьте, что у вас есть. Ты же мне не даешь ответить. Ну, свое, что у вас есть. Ты мне не даешь ответить. Можно отвечать? Что у вас есть свое? Ты мне не даешь ответить. Что у вас есть свое? Отвечайте. Я понял твой вопрос. Ты же мне не даешь ответить. Хватит его задавать. Ты хочешь его 10 раз задать или что? Ты ему задал. Я его услышал. Я готов ответить. Ты готов выслушать ответ? Готов или нет? Что ты, прионел? Обиделся? Не обижаюсь. Так, я вопрос уже 10 раз задал. Уже можно пока я... Так я же хочу ответить. Я же хочу ответить. Ты готов выслушать ответ? Или будешь ответить? Да надо было на него ответить сразу. Вы сейчас паузы какие-то выдержите. У вас ответа нет никакого. То есть ты не готов выслушать ответ? А, готов. У вас ничего с ним нет. Я отвечаю. Вы только не ответите на него. Отвечаю, отвечаю. Значит, первые несколько... Не знаю, как несколько, сколько там, не помню. Месяц на третий, четвертый, что ли. Или когда там первая ваша нефтебаза в Белгороде. Помнишь? Хлопки у вас были, так называемые. Хлопки. Так вот, были прям съемки. Как летят... По сравнению с вашими не сравнится. Как летят вертолеты. Я же не закончил ответ. Чего? Что ты подгораешь? Успокойся. Успокойся. Даже были съемки, ваши показывали. Когда летят вертолеты украинские. И накрывают вашу нефтебазу, блин. Вы ответьте, чем вы стреляете? Блин, вы можете... Вертолеты ракетами стреляли, люсами. Ракеты... Украинские вертолеты обстреляли ракетами, ракетами, ракетами. Что было 30 запусков, и все 30 запусков были сбиты. Вы чем стреляете, что они все сбиваются? Кто тебе сказал, что они все сбиваются? Кто тебе сказал, что они все сбиваются? Кто тебе сказал, что они все сбиваются? Что? Кто тебе сказал, что они все сбиваются? Ну, так я в Белгороде живо могу сказать, что ни одного повреждения инфраструктурного в Белгороде нет. А, нету ни одного, да? Нет. Вот оно что А нефтебаза как же взорвалась Что случилось Там кто-то курил В Белгороде В каком районе Не знаю Давай сейчас откроем Давай сейчас посмотрим Хочешь скажу тебе Открою сейчас интернет и скажу тебе Чем было поражение Вы же сказали что ответите Я же сказал ракетами Дурсами вертолетов Чем вы стреляете У вас свое что-то есть Ты меня плохо слышишь Это Хайморс был или нет Нет конечно А что Нурсы у вертолета есть такие нурсы Знаешь что такое нурс Ты плохо слышишь Вытащишь его у тебя там в ушах И слушай что я говорю Ты знаешь что такое нурс А вам повторить сложно что ли Я 10 раз повторяю на каждый вопрос Нурс Плохо сослух Нурс 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 Что ты там лихорадочно гуглишь Ну давай Хоть тебя немножко просвещу Нет у нас есть Яндекс У вас есть что-то свое Ну давай Давай я У вас есть что-то свое Конечно Конечно есть У нас все свое Я в Калифорнии живу У нас все свое Даже ваш Яндекс Это наш американский Блин Что Да Ты не знаешь Что Американский Яндекс Что это американская разработка Которую вы себе взяли Там переиначили И так далее Ты не слышал об этом Докажите Докажите Что ты А что ты А что ты меня дразнишь Ну давай Докажи Ну давай Давай Бабушка Не подгорай Чего Нет про Яндекс Бабулька Давай Не подгорай Про Яндекс Рассказывай Ну прочитай Как Чье производство Яндекс Кто его создал Неуправляемая Авиационная ракета Нурс Правильно Ты все это время Гуглил Что такое Нурс Реально Ты такой тупой Что даже не знаешь Что такое Нурс Я с вами разговариваю Почему Вы меня обзываете Так все Слушай Ты С тобой Я не вижу смысла Не вижу смысла С ним дальше разговаривать Не вижу смысла Конструктивность Беседы Потеря Человеку одно и то же Говоришь Он не слушает Ну Не знаю Не хочется мне С ним дальше говорить Потому что Если человек Не вдупляет Вообще Он не знает Что такое Нурс Вот эти Подхихикивания Подхихикивания Его Такие Неуместные Что-то Жеманится Сидит Неинтересно Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok